Мы в лагере Татры нашей, казахстанской. Ребята работают над другими Татрами. А мы залезем к маму. Привет, Игнат! Ну что, расскажи нам, как работает навигация в Татре? Сложно, нет? Может, какие-то базовые вещи зрителям рассказать? Рабочее место новое. В Зуике отличительная черта в том, что здесь такие есть ручки ухватиста. Потому что трясет увеличенно. И должно быть все время в стабилизации. В машине такого нет. Приборы по большей части идентичны. То есть, это вот два прибора, которые дублируют друг друга. Они измеряют дистанцию. Это основной прибор GPS. Он сейчас не включен. Но когда он функционирует, он показывает направление, дорогу, необходимые точки, когда к ним приближаешься. Есть рычаги переключения взаимодействия приборов. Также есть две педали, которые нажимают обнуление дистанции, когда мы работаем. Дошел до точки обнуления дистанции? Да. Между позициями. Чтобы не занимать руки, не нажимать вот здесь. Просто нажимаешь ногой. Ножной привод. Да, есть зажим для дорожной книги, если приходится делать какие-то технические работы. Вот это все перекидывает. Есть термометр, показывает внутреннюю и наружную температуру. Есть прикуриватель для дополнительных приборов. Кондиционеры у вас есть? Нет. Такого здесь не держим. Есть свет. Вот он работает. Вот он выключил света, если уже стемнело. Радио есть? Музыка? Радио нету, музыки нету. Мы развлекаемся разговорами друг с другом. Вот, кстати, переговорка всегда подключается к шлему, да, насколько я понимаю? Что еще так? Это место механика? Вот, кстати, кондиционер. Ага, давай. Вот он открылся. Это значит... Чуть-чуть будет задувать, да? Кондиционер. Вот кондиционер закрыт. Что это за желтая кнопочка? Если мы обгоняем какой-либо экипаж, по правилам гонки обязательно нужно нажимать эту кнопку. Так, если включить GPS, он издает противный звук, который издает прибор. Вот как выглядит показания прибора. Это кто-то испытывал тревогу. Это если замена колеса, машина сломана и мешает проехать, обязательно нужно включать вот такую вот тревогу. Все ясно. Вот. Гонки-то готов? Готовлюсь. Гонки никогда нельзя быть готовым на 100%. Надо готовиться, готовиться и готовиться. Вот когда совершается обгон, машина издает вот такой противный звук. Чтобы у впереди идущей машины тоже это срабатывало, она понимала, что ее сейчас будет обгонять. У них точно такой же звук, но только здесь он отличается. Когда грузовик обгоняет, есть один звук, а когда машина, другой, и написано. То есть ты сразу знаешь, кто сзади едет. Вот, что еще. Вот это место механика. У него давление во всех шинах, температура в моторе, в турбине, масло в трансмиссии, это охлаждающая жидкость. Многие другие моменты у него здесь показаны. Насколько открыта дроссельная заслонка, заряд батареи, все остальное. Можно еще менять показания. Это давление в каждой шине. Это работа трансмиссии. У него дублируется то, что мы включаем. Заблокировали дифференциал, да? У нас или мы распущены идем, или мы идем на мой приводе. Да, обычно мы это делаем сами, ему это показывает. Чтоб он знал. Да, что работает. Это давление в турбине. Вот, кстати, вот он дифференциал, он тоже может это делать. Каждый из нас может включать саму трансмиссию. Это, если надо, омыватели, сигнал, омыватель, камеры заднего вида, дворники и так далее. Это получается блокировка переднего моста, да? Это задний мост, это центр. Да, это центральный дифференциал. Все, сейчас еще позовем пилота, расскажет нам о рабочем своем месте.